Удержаться? Ну, то есть, на самом деле, самая большая сложность даже не в том, чтобы взять, там, мастер-тир или какой-то ранг. Самое сложное — это на этом ранге удержаться, потому что, там, условно говоря, какой-нибудь... Очень сильная конкуренция, и постоянно кто-то тебя может выбить. Ну что ж, дорогие дамы и господа, последняя игра групповой стадии сегодняшнего дня. Команда ИСЭП — это высшая инженерная школа города Порту против университета Уллодак. Погнали! Райц и Джейс у нас уже в банах. Ну, Райз, по-любому. Если команда играет сама на Райзе, его надо банить. Здесь... Понятно. ИСЭПы банят все подряд на этом турнире. Бард? Барда... Нет смысла банить, если на нем не играет, там, какой-то он или Бард, очень жесткий игрок. Ликрит? Не, Ликрит не очень жесткий Бард игрок. Ты сейчас оскорбил, наверное, сердца фанатов Ликрита. У него есть фанаты? Вот мы и перешли к вопросу о том, почему их можно оскорблять. Потому что их нет. Нет, на самом деле, он очень хороший Бард игрок, и в целом он игрок очень сильный. Здесь просто другой вопрос. Сам по себе Бард, как персонаж, не представляет такой уж опасности. Да, он не стоит бана, как минимум. Ну, особенно в ситуациях, когда ты не знаешь, на чем играет противник, на чем играешь ты сам. Ну, точнее, ты знаешь, на чем ты играешь, но у тебя нет каких-то, знаешь, там, тенденций, что ты вот всегда играешь на этих персонажах. Противник это знает, он специально готовил пик Бард. А здесь просто все играют на том, на чем им привычно. Райза и Виктора, они банят сами все время. Да, против Каби-Каде-Порка. Каби-Каде-Порка. Против него забанен Джейс, Ирелия против Труклакса и Эзриаль против тоже Каби-Каде-Порка. Он играет на этом и на том герое. Открыт Варус, кстати говоря, которого могут забрать именно Улудаг. Как я полагаю, для Ворланда это важный пик, так как все игры до этого против Улудагов был забанен Варус. И ферст пик Эрикса, несмотря на отсутствие бана Грагаса. Это было близко. Было близко. В любом случае, здесь Ворланд может забирать Варуса раны. Есть более приоритетные пики, например, Алистар и Калисты. Есть, например, такой пик, как Грагас, которого раны забирать уже смысла нет, потому что Риксаи забрана айсепами. Мне кажется, что Варус в данном случае, он, во-первых, и в Мете, наряду с Джейсом и Эзриалем, примерно в одном первом... Вместе они в первом тире стоят, на данный момент, на мой взгляд. Ну, здесь просто нет необходимости рашить забирание Варуса, потому что правая сторона, можно контрпикать, можно смотреть. С другой стороны, и сепы могут забрать Варуса вполне для КБ, когда порк. Ну, пусть забирают, да, с другой стороны. Тут такой вопрос, смотря, что тебе нужно в первом раунде. То есть, я бы здесь Алистара с Калистой забирал. Варус с пик сильный, но он не настолько безальтернативный. То есть, у него есть аналоги на мидлейне, правда, все они сейчас почти забанены. То есть, Джейс и Изреаль, и Спокеров хороших остается только Ког, ну и Зерат, по сути. Ког, Зерат, кстати, тоже неплохой вариант, который может здесь появиться. Но я сомневаюсь, что Ворланд, ну, судя по его предыдущим пикам, прям является игроком на Зерате. Севир корки будет для Сайфоэса. Хотя на Севир он показал хорошую игру против Нау. Это был очень подходящий для него пик, более того, так что... Да, жми R. Ну, он и сам, не, он сам хорошо отыграл этот матч, и даже разогнался, и даже там были плей от него. Да, весьма хороший, причем неожиданно для нас, так как первая игра его на Кейтлин была... Ну, тилтанул, или просто не успел адаптироваться к турнирной игре, или понервничал, всякое бывает. А вот Дренск может забрать Кейтлин на позицию АДК. Кейтлин хороший матчап против корки, достаточно неплохой матчап против такого пика, как Элистар, потому что она его на стоп нахарасит очень сильно на линии. Что может сыграть на руку Нау, кстати, что просто португальцы после сегодняшнего дня расслабятся очень сильно, так как, понимаешь, что стомп-изи. Но если они расслабятся, то они не за 20 выиграют, а за 35. Ты прям камень в огород, Нау. Но есть за что, есть за что. Сегодняшние игры были неутешительными абсолютно. Ну да, даже последняя игра, где Нау собрали все свои комфортные пики, все равно была весьма удручающей. Трэш Кейтлин безумно хорошая линия против того, что здесь взяли у Лудак, то есть обе команды не приоритизируют здесь Каллист, обе команды не пытаются что-то такое придумать, а Исэпы, возможно, хотят в третий раз взять просто такой пик, который сможет выиграть лейн-фазу. Кейтлин Трэш – это безумно сильный пик против Элистара с корки, потому что это линия, которая может прогонять корки с Элистара на лейне, и, ну, по-хорошему надо свапать, а умеют ли свапать эти команды – это вопрос еще. Мне кажется, что Исэпы, ну, учитывая, ну, в виде их уровень игры, мне кажется, они могут свапнуть, почему бы нет, но... А Исэпы-то могут свапнуть, здесь у Лудага надо свапать. Да, но я о том и речь, что вот по Исэпам видно, что, скорее всего, их уровень игры подразумевает, что они могут свапнуть, но вопрос, могут ли свапнуть у Лудаги. И тут еще один нюанс. Если ты, ну, видишь, что, допустим, матчап невыгодный, но ты Айсэпы, ты можешь все равно поставить невыгодный матчап, и все равно его выиграю. При этом обычно, когда ты выигрываешь на линии невыгодный матчап, это значит, что ты настолько сильнее, и обычно это пик, который аутскейлит то, что стоит на линии противника. Поставь перед собой челлендж. Ого, а почему здесь Хикарим, Олаф, сетап без... Сивир. Без Сивир, и при этом почему не берут команды Крагаса? А может быть это мид-лейн-корки? Вау! Сейчас там просто Варус пойдет, и мид-лейн-корки уже не зайдет. Может, в мид-лейн-корке матчап против мид-лейн-варуса достаточно печальный. Физ, может быть, для Траклокса? Траклокс доказал уже неоднократно, что он крайне сильный хардкерри. Топ-лейнер, то есть как раз-таки в его пуле, как мы уже видели, и Физ, и Хикарим. Он может показать, я думаю, и Райза, если будет необходимость, и Релия в его пуле наблюдается. Так что для команды ИСЭП, я думаю, Физ не будет чем-то, каким-то новшеством в плане плейстайла и так далее. Тем более, Физ в нынешней мете работает хорошо, и Траклокс, как игрок высокого ранга, он не боится. Ну, матчап у Физа против Хикарима хороший, и здесь мид-лейн, мид-лейн Физ. Ого, сомнения, сомнения насчет бренда. Единственное, что смущает, это действительно отсутствие Севир на Декере при пиках Хикарима и Олафа. Если бы еще сюда был Владимир, то я бы вообще удивился, почему не пикнули Севир в таком матчапе. Да и Свейн тоже. Да и Свейн тоже. Ну, здесь явно Силкин просто троллит, сейчас мы поймем. Но здесь нет вариантов, я считаю, что кроме Варуса, эффективных достаточно. Ну, при такой композиции, да. И, ого, ну нет. Ариана, на мой взгляд, очень шаткий пик в данном случае. Варуса, тем более, если во всех играх были баны против Ворланда Варуса, то брать Ариану в матчапе с Олафом и Хикаримом без Севир. Решение, на мой взгляд, очень неоднозначное со стороны ребят из команды Улудак. Но, видимо, заготовка какая-то, и, видимо, у них есть понимание обыгрывания именно такого сетапа. Посмотрим, что получится. Здесь есть один минус. Если не допускают ошибок кэри Айсеп в этой игре, они не могут проиграть. То есть Кейтли и Назир стоят сзади. Что есть у противника, чтобы их убить? Есть ульта Ахикарима, а, впрочем, то и все. Потому что все остальное, то есть флэш, даже подбрасывание Алистара, это не рейндж авт-атаки Кейтли. То есть она может позиционироваться в тимфайте намного лучше, плюс у нее остается сетка. Олаф против Кейтлин — это неплохой пик до поры до времени. С какого-то момента он просто перестает против нее работать, потому что она может его кайтить очень хорошо. У Кейтлин кайт потенциал высокий. Но, опять-таки, там нюансы свои, естественно. Она с трэшом здесь, поэтому по тимфайту она может передвиг по-долгому тимфайту. Да, у Олафа большой плюс в том, что все-таки Госпитер и Нарок никак его не остановит. То есть ни сетка, ни трапа Кейтли ничего ей не поможет. То есть у нее недостаточно каких-то дэшей, мувспидбустов для того, чтобы избегать Олафа. Ну, есть ульт Азира, например, на такой случай. Есть ульт Азира, которые очень хорошо работают против Олафа, потому что все-таки, даже несмотря на Олигнарек, Олаф не может... Это не контроль. То есть это просто территория, которая создается, и он не может через нее пройти. Если Азира просто... Ему не надо здесь... Это вот есть геймплей за Азира разные, да, можно играть инициирующим. Какой ты Азир сегодня? Взрывной, агрессивный, дефовый. Вот этот Азир не должен там прыгать по тимфайту, ультой выталкивать вражеского корки или что-нибудь в этом роде. Нет, он должен стоять сзади. Здесь два кэри-команды Португалии. Они намного более лонгрейнжевые, чем кэри как раз команды, которые есть у Лудага. Да, но посмотрим, смогут ли у Лудаг здесь как-то выиграть early-game фазу. Она, на мой взгляд, нужна. Mid-game нужно выигрывать у Лудагом 100%, потому что в лейте против композиции и сэпов будет работать очень сложно. Тут и Кейтлин будет впереди в комбинации с Трэшом. Вообще сложно что-то продемонстрировать против такой композиции. Кстати, вообще, как раз по поводу Трэша, правильно ты сказал, на самом деле, Лантерна всегда будет спасать от Олафа. То есть, если Трэш будет грамотно сэйвить своего декерри. Ну и, разумеется, вышеупомянутый Азир со своей стенкой. То есть, тут очень много плюсов у команды и сэп в композиции, особенно в лейтгейме. Но все-таки команды здесь немножко неопытные, поэтому они могут проиграть игру на стадии драфта. То есть, опять-таки, посмотрим, как это сработает. Пока то, что мы видели, а и сэпам не нужно вот это все то, что мы говорили, потому что они просто могут застомпить лейнфазу. Могут-могут. При этом они могут проиграть лейнфазу, могут проиграть мидгейм, могут проиграть любую фазу игры. И это нормально против такого сетапа. То есть, у Лудага неплохой сетап. Просто, когда у вас открытый Севир и два МС-чемпиона, Хикарим и Олаф, зачем брать здесь? У Корки не особо понятно. Да, и, ну, Корки... Тем более просто, что в таком сетапе, да, у Корки, допустим, да, у него на мидгейме больше урона. И это балансирует в какой-то мере дэмэдж рианы в мидгейме. Но в мидгейме у Хикарима с Олафом будет урона много. Плюс это Игнаит. Хикарим, как и любой сейчас нормальный Хикарим, они почти все играются с Игнаитом. Поэтому зачем здесь было брать именно Корки, а не Севир? Ну, непонятно. Ну, ладно, у Лудаги... У Лудагам виднее, что им нужно. Если Ариана будет давать хорошие ультимейты, что в таком раскладе, в таких сетапах почти невозможно, потому что здесь очень мобильные персонажи, очень лонгрейнжевые персонажи. И против этого у Ворланда себя будет найти очень сложно. Но если он будет это делать, то проблемы у Лудага все равно не будет. Кстати, да, по поводу мобильности чемпионов ИСЭП. И вправду у всех есть эскейпы. Физ инвейдит Хикарима сейчас. Да, ой-ой-ой, очень плохо дело для Индолэнса. Он пытается все равно забрать этих Астроклювов. Одного уже стилит Труклакс. Нет, здесь Индолэнс не сделает в райтов. При этом Физ выбивает из него телепорт сейчас, да, и пытается выиграть как можно больше времени. Индолэнс все-таки заберет Астроклювов. Ну, бэкаться в таком случае, наверное, Индолэнс считает невыгодным. Здесь просто такой нюанс, что он не получит левел 2, по идее, да, с этого? Да, не получит. Большого в райта. Не должен. Да, и остается левел 1. То есть Физ, в принципе, неплохо отыграл эту ситуацию. Да, задачу выполнил. И побольше все-таки Индолэнс потеряет на топе своем. Так что, тем более Дораннс Блэйд на Хикариме я не знаю. Что, вместо Кристалли Фласки берут Дораннс Блэйд? Нет. Первый раз вижу. Я тоже не уверен насчет такой стиля айтемизации. А как такой Хикарим собирается вообще трейдиться на этой линии? Не особо понятно. Дораннс Блэйд очень странный. Выбрал, заходит на КБКД Порка, пытается его забрать, продолжает двигаться. Так, теперь немножко поговорим о ганках в этой игре. Олаф синим бафом не ганкает Арианну с хилом. Вот он не ганкает ее против Азиры. Это вообще просто поинтласс ганк. Такие ганки делать уже точно нельзя. Индолэнс в то время играет против Труклакса. Идет и гнает поинтолэнсу. Пытается доиграть здесь Хикарим. Ни чуть-чуть ему не хватает. Прокает Мастерка. Отхиливает Труклакса. Ферстбат в пользу команды. И Сэп на очень низких хп. Ты знаешь, этот топ-лейн, что интересно, он почти закончен. Потому что у Хикарима нет телепорта. Физ сейчас линию запушит. По экспириенсу преимущество. При этом сейчас Физ может как с телепорта возвращаться, так и без него. Может продолжать двигаться по карте. Крашер начинает здесь контр-жанглить Ройла. И при этом Ворланд начинает терять фарм на мидлейне. Из-за того, что должен прикрывать своего лесника. Ну и у Физа получается Рубик Кристалл плюс Лонгсорт плюс Потки. В матчапе, в котором Физ, конечно, Хикарима и дальше сможет убивать. Да. В общем, все не очень для команды Лудак. Так, Риксай снова заходит на Олаф. Олаф может умереть. Подкидывание идет по Ройлу. Ройл умрет. А Индолэнс еще и развернулся с линии. Физ на линию идет тоже ногами. Телепорт у Траклакса останется. Если честно, я здесь не на 100% согласен с решением Физа. Потому что был смысл прям сделать телепорт. Хоть даже в крипов, хоть даже на вышку. Неважно. Чтобы не терять вообще ни секунды преимущества, которое там есть. Потому что здесь из Физа ничего не выбьют. Здесь Олаф не сможет его ганкать. Риксай слишком сильно Олафа в его собственном лесу уничтожила. У Ройла нет флэша. Это, кстати, один из минусов. Да, вот Гост лесных чемпионов. Они против Риксай, например. Ну, против Котра Джангла спасаются намного сложнее. И таким образом Исепы ведут уже на 1100 голды по фарму. Плюс на всех линиях у команды Исепы. И португальцы в очередной раз доказывают, что они способны буквально, ну, во-первых, стратегически. Во-вторых, механически, пожалуй, аутплейт своих оппонентов. Сейчас видели Олаф. Видели Олаф. И сейчас, может, Исепы решат сделать здесь 2 на 2 на топе. Может быть. Риксай неподалеку. Ройл будет в неприятном положении. Да, Ройл должен здесь по нему играть. Пытается поиграть по Крашеру. Закинул свой топор. Пошел прокаст. Сколько демиджа вносит. Сейчас Крашер по Ройлу. Траклакс идет сюда. Прокапывается дальше Крашер. Продолжает дамаж. Идет синий смайт. И почти спасает Ройла. Но не тут-то было. Второй, третий килл для команды Исеп. Второй для Риксай. Крашер слишком сильно впереди. А при этом на ботлейне преимущество по фарму уже почти на 2, пока крипов есть. Ох, веку комбо со стороны Силкина по Дренску. Крашер заходит на Индолэнса. Подкидывание. Сколько демиджа проходит по этому Хикариму. Траклакс забирает килл. Португальцы просто крошат все и вся. Крашат. Крашер, кроша, кроша. Эх, тяжелая игра будет для Олудак. И, конечно, раньше времени такие вещи никогда не стоит говорить. Но эта игра близка к тому, чтобы стать очень-очень однозначной. И довольно быстрой. Фейдж Физа на ботинок Хикарима. Плюс пятый уровень на четвертый. Плюс у Лесников треекратная разница в фарме. У Риксаи, может быть, тут нет смысла брать Синдерхалк для Крашера. Здесь обязательно нужен Вариор. Потому что, если ты играешь так агрессивно, на любом ганке, на котором ты будешь встречаться с Олафом, при преимуществе в два левела, Вариор просто, ну, он бурстит этого Олафа будет за секунду. Да, и ганки, которые будут организовать Крашер сейчас на абсолютно любую линию, будут завершаться, ну, минимум, там, каким-то плюсовым разменом. А все почему? Все потому, что Олаф появился на мидлейне, спалился, что он начал с Нижнего Леса, и спалился, что он пошел дальше вверх. Учитывая то, что Хикарим забирал в райтов, вариантов, где, может быть, Олаф, не было. Риксаи зашла, Ройл вместо того, чтобы отдать этот баф, ему очень не хотелось, его можно понять. Он Олаф, ему нужен красный баф, чтобы в early game хоть какое-то давление оказывать. Но он остался. В итоге он отдался там, и с этого, учитывая еще и соло-килл Траквикса, понеслась вся вот эта кутерьма, которая сейчас у лудагов, по сути, проигрывает им игру. Ну и соло-матчапы еще там, где Азир, Арианна, и на боте Кейтлин Корки здесь преимущество у Айсепов опять-таки. Тяжело. Тяжело очень у лудагам. Пытается Ворлон хоть как-то фармить, но положение чересчур не в его пользу. И КБКД Порка слишком сильно, слишком уверенно реализует себя. Силкин кидает пуллвер-райс, хедбатом выкидывает Кейтлин. Сайфойс пытается подраться, лантерна, Кейтлин притягивается, экзолст был использован, но выезла! Не самый удачный момент. Тут пилтовер-писмейкер от Кейтлин. Минус Корки. Силкин может упасть еще. Да там флэши были у обоих ботлейнеров команды у лудаг, еще и хил остался у Корки. Ну а Крашер взял левел 6, теперь он получает еще больше дуэли потенциала за счет все-таки ультимейта у него. Есть там и пассивная особенность. Что ж, пытается Крашер... Отобрать у Ариана сейчас синий баф, это будет очень хорошо. Это настолько сильно в плюс выведет команду Исеп, потому что у лудагов наоборот назад. Кейтлин сюда подходит вместе с Трэшом, не оставляет шансов. Уже как наглеют Исепы, они просто не видят преград для своих действий. Ворланд никого не собьет. Он был на варде. Подкидывание пошло от Крашера. Ворланд на лох и ПС. Сколько дамажит это Риксай с Вориором. Почти умирает Ворланд. Еще буквально одна автоатака ему нужна была, чтобы добить. У-ху-ху! Какой пилтовер-писмейкер от Кейтлин. Минус ряна. Десендент пошел от Рэша Коробка. Айсен за хоу! Добивает Олафа. Даблкил для Кейтлин. 7-0 счет в пользу Исеп. Ну, здесь просто на классе Исепы выше. И при этом стоит заметить, да, они наглеют, но они наглеют для чего? Для того, чтобы выманить у лудагов хоть куда-то и там с ними драться. И вот такие вещи получаются. Здесь, конечно, очень странно играл Крашер. И каким-то образом этот пилтовер-порянь действительно попал и убил здесь Ворланд. Ворланд этого абсолютно не ожидал. В итоге 7-0 счет. Все три линии проиграны за 8 минут. Это игра... Ооо, Чамзе Уотерс от Физа. Минус Хикарим. И этот Физ уже 3-0. 58 фарма. А что делать? Лошадка не может ничего сделать с рыбой. Да. Лошадка травоядная, понимаешь? Физ. А рыбка полтоядная, да? Пиранья прям какая-то. Тем временем КБКД Порка хорошо играет с у тиммейта. Подходит Крашер. Шоквейв от Арианы по двоим игрокам. Жалко, дэмэджа слишком мало. Ворлон пытается уйти. Крашер продолжает. Подкидывание по двоим. Флэшится Ариана. Силкин в аутпозиции. Ему сложно будет избежать... Тут есть флэш. Там Алистар не умрет точно, но урона нет у Арианы вообще. А любые трейды сейчас по урону, они в пользу айсепов, потому что у Азира есть и не баф, а у Арианы нет бафа. И Ариана сейчас останется без маны. И она осталась без ульты и без флэша. Она абсолютно не опасна. Это верно. Крашер заходит на Ройала. Подкидывает его. Сколько дэмэджа вносит от Крашер. Осторожнее нужно сыграть Рикса и Крашер. Каждый баф Олафа. Каждый вообще не знаю кем. Все под контролем команды и сэп. И они постоянно заходят, продолжают давить улудагов из раза в раз. Не могут никак улудаги вернуть хоть какой-то контроль сейчас. Ох. Индолэнс. Проседает по здоровью. Использует свой ультимейт. Крашер практически погиб. Ворланд отходит дальше под Т2. Тут хэдбат дает под рук лаксу. Силкин буквально спасает своего лесника. О, нет. Только нет. Афект решает. Еще одна автоатака от Кабика Депорка. Ворланд падает. 9-0. 9-0. И сэпы. Эти инженеры. Сейчас бы на 6 тысяч за 10 минут проиграть. Да. Кейтлин впереди очень сильно. Азир безумно впереди. Физ безумно впереди. Рексай настолько впереди, насколько это вообще легально. Даже нелегально, наверное, уже. Ну и в итоге с таким преимуществом. То есть, когда у вас преимущество... Ну, 6 тысяч, значит, на пятерых это по 1200. То есть, условно говоря, у вас преимущество на пикекс и даран. Или на бластинг вонт и один даран, да, тоже для магов. То есть, это слишком много. На каждой линии для 12 минут. Да уж. Тут улудагам даже фармить толком не получается. Настолько все неприятно для них. Сейчас у Физа ультимейт есть. Игнает не откатился. Но у Хикарима нет ни ульта, ни Игнает. Об этом Траквах знает. Он сейчас просто линию запушит. Если Эндаланс останется, то убьет. Ну и всего. Пока что Эндаланс остается. У него нет ультимейта. И телепорта нет. Он убьет. Ничего нет. Чамзаватерс полетел. Сразу урчен страйк. Плейфул трикстер. Дракон даже не понадобился для того, чтобы давить Хикарима. Использовал он ниже для того, чтобы заискейк. Дракон. У Даги снова пытаются взять первого дракона. Как они делают в каждой игре. Вайзл подходит. Хэтбат. Тут же заходит Крашер. И Эйсен заход. Кейтлин. Ройл может умереть. При этом Крашер забирает Дрейка. Дэнс подходит. Забирает Силкина. Еще один килл. 12 убийств уже есть у стокоманды. И Сэп Сайфой здесь умрет 100%. 13-0. Португальцы разносят. Дракона делать было тоже не стоит. Хотя я не думаю, что здесь у Лудака эту цель преследовали. Эту цель для того, чтобы выиграть игру. Скорее они пытались хотя бы что-то за игру забрать. Хоть что-то. Ну 6%. Не, я просто уже, знаешь, это типа дракон. Ульта от КБКД Порка. Шоквейв. Хорошая ты, Рианны. По троим игрокам. Но, увы, такой шоквейв. Без демеджа. Без какого-то фоллоуапа от команды. И вообще без... Без какой-либо почвы под ногами. То есть, ничего это не дает. Мы попытались для престижа забрать у Лудака дракона. Забрали, поэтому все это играют. Да, Лэнса дает ультимейт. Отличный десент от Сот Трэша. Неудержим, Крашер. Да, и у Лудака просто доигрывают до 20-й минуты эту игру. Потому что здесь уже ловить им нечего. И ничто их не спасет. И до 20-й просто сорендить нельзя. 15-0. 10 тысяч на 13-й минуте. Тут просто рекордные показатели. У Дранска, по-моему, Инфинити на базе лежит. А, нет, у него лежит Инфинити и Берсы. 3-800 голды у Кейтлин. То есть, Кейтлин без бека такое тут творила. 9-го уровня, 7-го уровня с Айфоэс. То есть, 2 левела дифференс и на миде, и на позиции Адыкерри. И среди суппортов, и у Лесников вообще 3 левела. Крашер, там в Риорте Амат Пик Экс 200 с лишним АД у Лесника. Должна быть сейчас команда Айсэп. Неплохо. Такая Ариксай... Такая Ариксай сейчас будет убивать там Корки за где-то секунду. Вот сейчас посмотрим. Ох, Сайфоэс. Не за секунды, конечно, но за парочку. Не догнал, не догнал сразу, чтобы за секунду. Не удержим. Уже Траклакс. И такие моменты в Хардстоуне обычно неудачно получились. Господи, не играл ни разу в эту игру. И тем временем Дранск выфармливает свой мидлейн. 14-ая минута в игре подходит к концу. 11 тысяч преимущества. Жаль, что у Лудак никакой конкурент с Айсэпом не смогли составить тоже. Потому что интрига, конечно, к полуфиналам уже может быть мертвой. Но посмотрим, что будет завтра. Ворлун не отдал за сочинение. Ох, Десентенс хороший идет от Вейзла. Тут же ульта от Азира в очередной раз. Эйсон Зе Холл на этот раз не убьет свою цель Кейтлин. Но Листар потерял чуть-чуть хп. Опять же прикрыл, потратил свой флэш. Дальше продолжает Исэп. Идут уже под Т3 вышку. 17-0 счет в пользу команды Исэп. И разница еще сильнее. Крашер еще и забрал Ариану на хайграунде. Десентенс от Вейзла попал. В цель. Из раза в раз Т3 продолжает попадать своими хуками. Возможно, потому что у Лудак не особо стараются их доджить. Тут тоже такая вероятность есть. Потому что, по-моему, у Лудак уже немножко расслабились. Знаешь, в этой игре тут не особо есть смысл напрягаться сейчас. Ну, да, действительно. Плейфул Трикстер от Физа идут дальше. Конечно, под ультимейтом. Листар живет. Кабик Эдепорка удалось убить. Небольшой камбэк для команды Исэп. При этом уходит Исэп. Не встречается почти никогда. Вот настолько. При этом... Хоу! Падает еще Эрик Сайб. Ворланд может умереть. Там Траклок все-таки вносит слишком много повреждений по Ариане. Доминирует этот Физ 6-0-2. Так, вот то, что вы сейчас видели, запомните. Когда видите Олафа за Кейтом, всегда флешите с него. Вы его убьете. Это полезный... Хэштег полезный корейский совет. От Кейт. Да. 11 тысяч. Португальский стиль. Португальский корейский. Тринити, Луситки, Вампирик, Физ. Вариор, Тиамат, Пик Экс. Там почти готовый Фрозен Малет для Крашера. Ну, если это будет Фрозен Малет, конечно. У Кейтлин. До Фантома недалеко. Корки скоро выйдет на Тринити. Хикарим скоро выйдет на Шин. Билды немножко несопоставимые. Чуть-чуть. Да. Таймер только 17-ая минута, между прочим. И речь шла как раз о том, что команде Улудак желательно выиграть Мерли и ранние мидги. Да-да-да. Теперь можно в тимфайтах зато развернуть игру. Сейчас. Ариана, ух, на четырех слотах как разультиться. Только вот на четырех слотах Ариана, мне кажется, там... У Тракласа в инвентаре уже будет 12 тысяч. Сверху того, что у него больше слотов. Тринити форсов. Ну, типа того, да. По-моему, 6 тринити форсов это один из самых бесполезных и самых дорогих. О, доминирует эсэп. Дранск забирает Кикарима. Слишком быстро, конечно. Сейчас все цикла упадут, потому что Риксай на боте тоже забирает вышку. Кстати, преимущественно 12 тысяч, когда у вас еще не забраны 2-2. Вот это вот, конечно, печально. Да. КВК Депорка практически умер. Дранск экзост. Но Пулверайс не попадает по цели. Тем временем Тракласа видят здесь криты. Кейтлин с вами приятно. Тем временем на боте Риксай забирает Т2. Его дефать снижает. О, Warland! Айсен за холд! Кейтлин попадает вновь по Силкину. Снова. Не убивает свою цель Кейтлин. Но при этом Т2-вышка упадет. Уже никак ее не задефать. Тем идет Чамзе Ватерс от Физа. Пытается по Силкину сыграть Траклас. Конечно, Unbreakable Will спасает. Но Десент он здесь. Силкин может умереть. Сайфуэс. Сайфуэс. Кто-нибудь. Видите, там Риксай, по-моему, чуть не задавила Кикарима только что. Что-то, да? Все, может быть. Ей бы лайфстил собрать? Ну, то есть, Гидруда собирать бы здесь. Тогда уже можно будет совсем сплиткушить жестко. Что так? Когда у тебя Вариор Гидра за 20 минут, я считаю, что это хороший билд на Риксай. А что здесь собирать? Танкованный? Зачем ему танкованность? Пусть, пусть он. Когда у тебя в 7 раз больше киллов, чем у команды противника. Ну, да. И когда... Фрозен Малин готов. Ну, или полхп пойдет. Когда количество твоих киллов нельзя поделить на количество киллов противника. Не понял, шутка? Нет. На ноль делить нельзя. А-а-а! Но тут же три! Тут же три! Я про киллы игроков. Это да. Это да. У Риксай тут... В общем-то в 7 раз больше киллов, чем у Хикарима. И при этом у нее еще и фарма больше, чем у Хикарима. Что тоже плохая новость. На количество киллов команду Улудак. Да. Ну, 20-я минута постепенно приближается. Я думаю, что мы до 20-й все-таки снесенный Нексус не увидим. Потому что здесь Айсепы поздновато подходят под Т3. Пока они снесли все Т2. Барона на карте тоже нет. Да. Но есть 15 тысяч прибыль. Кейтлин уже почти с готовым Фантом Дэнсером. 6-0-4. Такую Кейту вообще... Если она не будет подставляться... Никак не защититься от нее. Ну, кстати, айтемизация у всех из Айсеп стандартная. Кроме Кейтлин для этого тайминга... Точнее, кроме Риксай для этого тайминга. Здесь просто дело в том, что... Ну как, она лучше, понятно. Здесь просто фарма у всех мало. То есть, там, 200 фарма Азира. И был бы у него счет 0-0-0, он бы все равно имел похожие предметы. Ну, потому что у него всего один кинг. Ну, да. Такой игре. Ну, у Кейтлин там, да, инфинити берса для этого тайминга тоже был бы нормальным биллом. Но здесь, правда, еще есть Зил. Ну, десент идет от Трэша. Просто Кейтлин еще не закупил. Шоквей по Дрэнску. Да! По четверым игрокам от Азира. Врываются дальше из Сэп. Они решили закончить эту игру. Ассензохо попадает по Ройалу. Идут играть по Дрэнску и Хикари вместе с Олафом. Забирают Кейту. Падает Азир. Все-таки 2 в 1 размен в пользу команды Улудак. Вау! Вау! Еее! Сейчас Турция встанет в этой игре и просто уничтожит Айсепов. Но я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что это произойдет. Да, идут играть по Ройалу. Убивают Ройала. Траклакс уже 7 киллов имеет. Турик Сай 8. При этом 3 на 3 здесь будет баталья. Десентен за Трэша. Очередной флей. Индолэнс падает. Даблкил Дефиза. Но Траклакс будет умереть. Хороший хэтбат. Шатдаун в пользу Алистара. А 500 голды сорвал банк. Здесь Алистар. Банк. Это круто. Сейчас Крашер, правда, зайдет и сломает корки. Но нет, не стал. Не стало это акулы под водой. Такие вещи делать. Преимущество тем временем становится 14200. То есть давайте прикинем, что такое 14200. Это на каждого члена команды по 2700-2800 золота. Что такое 2800 золота за 20 минут? Это преимущество на Фантом Денсер у каждого члена вашей команды. То есть если бы этот, допустим, Трэш собрал себе Фантом... Умерла, реально. Бывает. Бывает. Но все-таки 31 килл. Что-то можно было и пропустить. Это был не самый решающий килл в этой игре, скажем так. Но падает второй дракон. Просто суть в том, что вот у Трэшабы, да, на Сайдстоун Мобилити Алистара, там еще Нул Мэджик и два Руби Кристалла, у Трэшабы сверху был Фантом Денсер. Вот это вот преимущество по золоту, которое есть сейчас у команды. Айсеп. Но сейчас будет уже 15 тысяч, это уже 3000. Тут аналогия с Фантом Денсером будет перестать подходить. И начнется аналогия с Глэк Кливером очень скоро. Потом, может быть, может дойдет до Трэнити Форс. Ботрок, да, Ботрок, но может даже до Инфинити. Тут кто знает, кто знает. Потом Ботрок, потом Фрозен Малет, потом Рободон. Нет. Там еще БТ где-то там. А, нет. БТ после Рободона. БТ после Рободона. Какая нечестная интимизация. Почему БТ стоит дороже Рободона? Барон, кстати, упал. Минвайл. 16 тысяч преимущество в пользу команды Айсеп. Так. 16 это Ботрок. Это Ботрок на каждого. Представьте себе, Азира с Ботроком. Представили? Так вот. Он передамаживает Арианну. Если у них равные слоты за счет Ботрока. Айсеп продолжает давить. Т3 вышка. Скорее все будет сломано. Под Барон бафом еще при этом. То есть тут про это тоже не стоит забывать. Ингейн, Алистар, Беку, Комбо. Подкидывает двои. Кабик, Эдепорка под Экзостом. Врывается Алистар. Ох, и Карим забирает этого Азира. Ариана, тем не менее, падает. Здесь разворот поворота команды Айсеп. Умирает уже и Алистар. Три в один размен в пользу команды Айсеп. И Айсен за холл по Сайфоису. Снимает порядка 40% хп. Практически умирает корки. Крашер подкидывает Ройлов. Флейт у Джоу Твейзла. Минус Олаф. Размен 4 в 1. И Ингибитор падает. Посмотрим, продолжит ли идти Айсеп. Продолжит, конечно. Для этого Тракула сидел сюда телепорт. Здесь маленькие дестаймеры. Но зачем затягивать такую игру, если ее можно попробовать закончить прямо сейчас? Потому что Кикарим опять слез. Идет Флей. Откидывание по Сайфоису. Сайфоис смог забрать Рик Сай. Но это не отменяет плачущую лошадку. Так. Перепродал. Вернул обратно. Все не потеряно! Там есть такая интересная тема, что если у тебя предмет, по-моему, дает мувспид, если ты ресаешься, то тогда ты не можешь перезакупить, по-моему. Но если это слезы. Но слезы не дают мувспид. Он утер слезы. Да. Мотивация от Сайфоис сработала, и теперь у Хикарима есть триньте форс. Еее. Да. У Физана это сверху еще Боттерк и Пикэкс. И Луситки. Сейчас, по-моему, на базе у Физа там лежит еще чуть-чуть. Еще 700. Преимущество, тем временем, 18 тысяч. 18. По 3 600 на каждого. Эх! Можно до Инфина дотянуть-то. Остается всего... 200? Всего сколько преимуществ? Тысяча преимуществ, чтобы догнать до Инфина. Да. Тем временем... Силкин. Ну, здесь, мне кажется, до этого дела дойдет явно, потому что игра так раскладывается у нас интересно. Затягивается. И Сэппани пока... Да, затягивается. Не способны сломить оборону дома Павлова. Подкидывание идет от Крашера. Ройл практически упал. Успевает он отойти. Здесь Адир в ау-позиции. Кабе-кэдэпор. Кашуквейв от Ирианы. Падает Азир. Размен пока что один в один. Драйск стреляет. И дает пилтовер Писмейкер. Здесь не хватает только Эйс из-за хоу. От Кейты. Силкин падает. Крашер забирает этот килл. Синий тринкет. И эйс из-за хоу. На этот раз по Сайфоэсу. Посмотрим, сможет ли Траклас прикончить Ворланда. Чамп за Ватрас попадает. Ариана падает. 32-9. Чет в пользу Исэпа. В 25-м минуту на таймере. И на этот раз Исэппы, скорее всего, закончат игру. Ройл под Рагнарёком пытается выжить. Но, боюсь, ничего не получится. Траклас продолжает движение. Дранск забирает вместе с Тракласом килл. Флэшится Крашер. Почти умер от Сайфоэса. Дес сентенсно от Вейзла не попадает этот раз. И первая Нексус-вышка падает. Ой, вторая Нексус-вышка уже упала. И команда Исэпп со счетом 3-0 выходит из групповой стадии. Врывается Силкин под конец. Дает свой хэдбат. Его останавливает Флеем. И групповая стадия для команды Исэпп на первом месте. Да, для всех команд заканчивается групповая стадия. Тайбрейкеров у нас не будет. Потому что у нас команды четко распределились.